В бочи играют по всему миру, в том числе и в России. Несколько лет назад этот паралимпийский вид спорта пришел и в нашу республику. В этом году впервые в Чебоксарах провели республиканский турнир по бочи среди инклюзивных команд. Такие соревнования – это показатели равенства возможностей вне зависимости от состояния здоровья. Восьмилетний Данил Яковлев на состязание приехал из Канаша. Бочи занимаются уже два года, поэтому знают об этой игре практически все. Бочи – это такая игра, белый шар кидает в джекбол, и там к белому надо кинуть. Кто ближе кинет, тот и победил. Чтобы выиграть в этой игре, нужно много тренироваться. Я в спортзале тренируюсь, и я всегда езжу. На соревнованиях. А какие грады? Ну, Нижний Новгород, Чебоксары. В Нижнем Новгороде я третье место занял. И еще в кубках у меня нет, только металли и грамоты. Мама всячески поддерживает Данила. Признается, тренировки идут на пользу. Сын стал сильнее, целеустремленнее. И пусть иногда появляются слезы, но мальчик собирает волю в кулак и уверенно идет к победе. Мы два года назад узнали об этой игре, до этого не знали. Нам очень интересно стало. Нам подарили вот этот комплект мячей в Канаж. Мы с ними сейчас играем, тренируемся. В неделю два раза на среду и субботу. Очень хочется, чтобы первые места занимали, чтобы сборную взяли. Мечты такие есть. На первый взгляд кажется, что играть в бочи очень просто. На самом деле здесь требуется предельная точность, собранность и концентрация внимания. Борьба за кубок оказалась жаркой. Все 16 команд закончили игру с минимальным отрывом в очках. Это радует, что у нас очень много добровольцев, очень много организаций. Детей привезли, детей с инвалидностью. Я жутко горд и рад. Меня прям переполняют эмоции. На самом деле очень много проектов впереди. Проекты грандиозные. Все будем осуществлять. На самом деле очень хорошо, что государственные учреждения идут на встречу, что они сами предлагают какие-то инициативы. Это здорово, это радует. И благодаря им как раз и появляется сила. Очень важно в проекте равенство возможностей не делить детей на разные категории, а наоборот думать, как нам консолидировать площадки, чтобы на одной площадке были разные дети. Возможно, уже в феврале в пятой гимназии пройдет первый инклюзивный турнир.